Вот и Нерюнгринский район заявил о полной готовности к выполнению следующего этапа федеральной программы по выдаче дальневосточного гектара. С какими результатами и проблемами к третьему этапу подошел район в сюжете Галина Якимчак. При выполнении предыдущего этапа программы по выдаче одного гектара в поселке Серебряный Бор разразился самый настоящий скандал. Предприниматель получил участок чуть ли не в центре поселка. В результате конфликт между администрацией и получателем земли. Когда они получили 6 числа вот эту землю, я еще был на месте и знаю то, что я против этого. Они дождались, когда я ушел в отпуск и потом подсунули документы моему заму. Я сейчас отдал эти документы в земельный комитет района, чтобы посмотреть все-таки, найти законные основания для отказа. Получатель участка предприниматель Антонина Калинина наотрез отказалась от какого-либо интервью. Всю борьбу с администрацией на данный момент ведет ее муж, который также очень просил, чтобы его не снимали и не называли имени. Однако нам все же удалось с ним встретиться. Я решил отсыпать. Туда сто с лишним машин земли только завез. Вот сюда, на этот участок. Очистил. Все разрешение я взял. Я же не сам взял пилу и пошел, начал выпиливать. Руководитель Нью-Рюнгринского МФЦ дал комментарий, каким образом заявитель смог получить свой участок на территории поселка. В основном люди получают эти участки через федеральную информационную систему. То есть со своего компьютера регистрируются на портале государственных услуг, получают пароль. И каждый житель Дальнего Востока, там есть специальная кнопочка, к которой человек подтверждает, что он житель Дальнего Востока. Он может зайти уже на эту федеральную информационную систему, которая называется, на Дальний Восток.РФ. Ну и самостоятельно совершить все действия, выделить участок и подать в электронном виде заявление в регистрирующий орган для получения такого участка. Однако это единичный случай. Заявки поступают ежедневно. И в результате вступления в силу нового этапа программы и ожидаемых изменений законодательства в части уменьшения буферных зон, в которые попадают и большинство дачных участков вокруг Нью-Рюнгре, специалисты уверены, что заявителей и одобренных гектаров станет гораздо больше. Ожидаем внесения изменений в законодательство, позволяющее выделять землю в буферной зоне рядом с городом, то есть в зоне, где имеется инфраструктура. Основная часть заявлений была именно на этой территории. Данная программа – это еще один рычаг, позволяющий удержать местное население и привлечь новых потенциальных жителей Южной Якутии. Так или иначе, а Нью-Рюнгринский район к выполнению нового этапа по выдаче дальневосточного гектара гражданам Российской Федерации готов и ждет новых заявителей.